Подарок для творческих людей. Сегодня в Маргарушском районе открылся информационно-культурный центр. Такое название он получил недавно. По сути, в этом здании размещаются все необходимые селы-учреждения. Модельная библиотека, кружки, дискотечный зал и даже многофункциональный центр. Сегодня на воселе сыграли артисты народных коллективов. Теперь они будут выступать в новом помещении с самой современной аппаратурой. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Дом культуры в Большом Сундыре уже не раз менял прописку. Раньше он располагался в здании церкви, но талантам здесь не хватало простора. В селе появились кружки, инструментальные ансамбли и даже студия звукозаписи. Восемь лет назад в культурно-досуговый центр решили переоборудовать бывшую начальную школу. Молодым здесь всегда открыты двери. А вообще в этих кабинетах никогда не утихает музыка. В Доме культуры Большого Сундыря свое творчество массой продвигают уже знаменитые на всю республику коллективы. Двум из них присвоили звание народных ансамблей. Лица этих артистов знакомы многим. Они постоянные участники престижных фестивалей и конкурсов. Здесь же детей обучают актерскому мастерству, рисованию, лепке глиняных фигур. Спрос на такую самодеятельность в Большом Сундыре огромный. Кружки посещают более 200 человек. Своим творчеством местных жителей они удивляют постоянно. Устраивают выставки и концерты. Все мероприятия мы обслуживаем Дни молодежи, начиная с дни Агаду и все праздники проходят с нашим участием. Как на уровне района и выходим на уровень республики тоже. Теперь концерты артисты будут давать в современном зале. Таким дворцом культуры может похвастать далеко не каждое село. Солисты народного ансамбля Янош уже оценили возможности новой площадки. Сюда, говорят они, не стыдно приглашать и звезд эстрады. Раньше им и вовсе приходилось выступать в здании церкви. Приходишь на репетицию, как будто в клуб приходишь, как будто в церковь. В церковь приходишь, как будто в клуб. Они же в одном здании были. Вот поэтому и такая чехарда была. А сейчас, слава богу, вот этот вопрос решился. Здесь практически уже информационные современные технологии будут внедряться поэтапно, пошагово. Для того, чтобы и те, которые в возрасте, и молодые наши люди, юноши и девушки могли приходить, уже общаться со всем миром. В строительство этого здания вложены немалые средства, более 20 миллионов рублей. Зал напичкан самой современной техникой. Для того, чтобы звук был громче, мощные колонки, для яркого шоу, новые световые установки. Глава республики оценивал не только оборудование, но и условия, которые созданы для культурного отдыха. Для удобства инвалидов в этом здании оборудовали специальные санузлы. Полы тоже с секретом. На таком невозможно поскользнуться. Курс на модернизацию домов культуры в республике взяли недавно. Сейчас в аварийном состоянии находятся более 200 объектов. Но и туда в ближайшие годы поставят самое современное оборудование. Современные учреждения культуры оснащаем уже современным звуковым, световым оборудованием, костюмами, вот эти коллективы художественной самодеятельности, народного творчества, которые здесь работают. В этом году капитальной реконструкции дождутся 20 домов культуры. Следующим планируют отремонтировать еще несколько десятков зданий. Медриковалев, Евгений Анисимов, Республика.